Всем привет! Решил поделиться, так сказать, информацией по поводу Renault Docker. Данный автомобиль у меня уже третий год, наверное. Сразу по фильтрам было сложно, сейчас намного проще. Мотор здесь 1.5, дизель, как у всех Renault. Но почему-то фильтра не такие, например, как на Duster или на Logan. С чем это связано, я не знаю, но суть не в этом. Здесь стоит 4 фильтра. Три на моторе, как обычно, воздушные, масляные и топливные. И фильтр салона. Все эти фильтра у меня есть. Есть БУ, есть новые. Сейчас я покажу, какие они. Попытаюсь на пальцах объяснить, где они стоят. Покажу штрих-коды, чтобы, если кому-то надо, долго не искали, посмотрели данное видео. И все будет намного проще. Итак, смотрим. Вот так у нас выглядит мотор. На дворе зима. Сейчас все тает. Все забрызгано, заляпано. Специально ничего не вытирал. Чтобы было видно, какая машина в жизни. Вот это у нас воздушный фильтр. Открывается он вот так вот, двумя руками. Две минуты. Так какие? Две секунды и фильтр извлекли. Его можно менять и самому, даже если машина на гарантии. Только меняете ее при мастере. На этом главное настоять, потому что замена две секунды, а денежек с вас возьмут гривен 30-40. В рублях, наверное, рублей 120. Вот еще есть такой неприятный нюанс. Это запотевание. Вот видите? Вот на этой планочке всегда она как будто в масле. Я ездил по гарантии. Сказали это так нормально. У всех дизелей так. Не поверил. Пару раз останавливал людей на таких же машинах. Та же песня. То есть вот так. Вот здесь всегда надо протирать. Вон, я даю, и тряпочку положил. Время от времени протираю, чтобы совсем не закакать мотор. Масляный фильтр у нас вот стоит. Сейчас попробуем его увидеть. Вот у нас масляный фильтр. В данный момент стоит Рено. Так как машина на официальной гарантии. Но можно ставить не Рено. Но то, что Рено рекомендует, он чуть подешевле. Но все равно не дешево. Если машина не на официальной гарантии, есть фильтра в два раза дешевле. То есть вы поняли, да? Вот у нас пробочка одна. Вот вторая. Патрубок. И за ним сразу фильтр. Не очень далеко. Можно сдать самому. Я уже пробовал. Топливный. Расскажу разве на пальцах, потому что отсюда не видно. Хотя сейчас пойду возьму фанат. Вот у нас стоит топливный фильтр для солярки. Вот две шланги. Вот там он стоит. Он стоит в металлическом кожухе. Сам фильтр металлический, без подогрева. Снимается он... Сейчас расскажу как. Вот он стоит в этой части автомобиля. Если смотреть отсюда. Вот у нас колесо. Вот здесь вот. Можно снимать двумя способами. Снимать колесо. Ну, для первого раза лучше снять колесо. И не снимать. Просто вывернуть. Снимаете колесо. Снимаете защиту автомобиля. Та, что снизу стоит. Металлическую. Потом снимаете... Ой, чуть не упал. Вот эту вот... Защиту от воды. Так сказать, под крылок. Снизу там будет такая большая заклепка. Снимаете ее. И добираетесь до фильтра. Но когда-нибудь сниму видео, чтобы не рассказывать на пальцах. Это так. Видео, данное посвящено именно фильтрам. А не тому, как они меняются. Так, сейчас пойдем посмотрим на фильтры. Да, фильтр салона стоит где-то возле бардачка. Врать не буду, потому что еще не менял. Вот у нас именно масляный фильтр двигателя Renault. Тот, который не дешевый. Такой, как сейчас стоит у меня на автомобиле. Вот он выглядит так. Номер сейчас мы посмотрим. Вот, видите. 82, 2 0. 768, 927. Это именно тот, что от Renault. Если кому интересно, нажмите паузу и запишите. Вот есть еще у нас такой фильтр. Это тоже разрешенный. То есть, если вы его поставите, машины не снимут с гарантии. Он просто дешевле. Его тоже предлагает станция Renault. Официальная. Но у них он все равно очень дорогой. На базары дешевле. Вот его стрих-код. Сейчас посмотрим, какой он внутри. Вот такой он на его. Мадейн Франция. А там, кто его знает. Хотя, вот смотрите, насколько они отличаются по толщине. То есть, я так понимаю, фильтрующего элемента вот в этом явно больше. То есть, чисто теоретически он должен масло фильтровать лучше. Но, хотя, на одном и на втором написано Франция. И оба их рекомендует официальный сервис. Вот у нас фильтр. То, что оригинал. Вот штрих-код. Это именно оригинальный Renault. Это уже был. Но не суть. Но он стоит чего-то там около 500 гривен. Стоил. Это 2000 рублей. Вот есть такая замена. Поляк. Викс. Изнутри этот поляк вот такой вот. То есть, вот так. Если здесь вот так. То тут вот так. Сбоку они похожи. Хотя, здесь фильтрующий элемент как будто просто. Обычный. Не обычный, но бумага. А здесь какая-то она волосатая бумага. Если можно так сказать. С этой стороны они вот такие вот. Здесь в коробочке у нас новый Renault фильтр. Тот, что оригинал. Вот новый он выглядит так. Вот его код. Тот, что на самом фильтре. Но, чтобы вы понимали, не разрешает официальное СТО ставить польские воздушные фильтры. У них вы такое не поставите. Разве что так. У них поставили такой. Отъехали, вставили поляк. С чем это связано, они не говорят. Но нельзя. Так. Теперь покажу вам фильтр салона. Грязный, правда. Но вообще не купил. Вот такой вот фильтр салона у нас стоит. С виду это обычная какая-то бумага. Ну, я бы не советовал менять его каждые 10 тысяч. Потому что вот эта вот бумажка тоже стоит около 500 гривен. Мой чуть-чуть дешевле, дороже. Сейчас доллар скачет. Но не 15 никак. То есть в рублях это тоже по 2000 рублей. Я не знаю за что тут. Если вы накатываете зимой 10 тысяч, то пыли вообще нет. Но вот такой вот. Коробочка у нас вот такая. Плоская. Штрих-код у нас вот. Руки дрожат. Старость, наверное, неумолимая. Сейчас посмотрим вот так вот. Мадеин Италия. Вот такой вот у нас штрих-код. Остался у нас топливный фильтр. Топливный. Вот такой у нас топливный фильтр. У меня где-то есть еще и в сборе. Потому что по неопытности первый купил. Посоветовали на официальном СТО в корпусе железном. Тогда он стоил при долларе в 10 гривен 40 рублей. Он стоил почти 600 гривен. Сейчас больше тысячи. То есть это на русский учебу почти 4000 рублей. Но это в сборе. Это у нас элемент. Так как фильтр разборной. Если кому очень надо, могу найти в корпусе. Вот такой у нас штрих-код. Повторюсь, это мотор 1.5. Рено Докер Дизель. Сейчас посмотрим, чего внутри. А внутри у нас вот так вот. Вот такой вот кулечек. Здесь резиночка. Болтики. То есть все то, что... Вы там оставляете только корпус с трубочками. А все вот резиночки, все здесь есть. Даже болт тут сливной снизу. И вот такой сам у нас фильтр. Точнее, фильтрующий элемент. Если кому очень интересно, пишите. Сниму видео, так как корпус у меня есть. Как его поменять, заменить. Все, там в коробочке еще инструкция и все. Вот вы можете купить сами. Именно такой приехать на ТО. Даже официально. И вам его поменяют. И будет в разы дешевле. Ну вот и все, что хотел показать в данном ролике. Хотел показать именно, какие фильтра стоят. Штрих-коды. Я думаю, все приятно понятно. Если что не так, извините. Я старался. Если видео понравилось, ставьте лайки. Чтобы я знал, надо мне еще снимать или не надо. Может это не мое. Если не понравилось, пишите грозные комментарии. Хотелось бы знать, почему, чего не так. Подписывайтесь на канал. Будем дружить. Удачи!